Пусть эльф будет здоровый, ремённый и весёлый, а не бледный, зачморённый и печальный. Стиль 17-го года это этноси фольклор. Это то, что я люблю и обожаю. Вот она цветовая гамма и примерно как это выглядит. Дальше сложная игра фактур, но это уже для продвинутых пользователей. Цветовая палитра и принты. Пожалуйста. Весна, лето, осень, зима. Белоснежный костюм, дуэт брюк и юбок. Объёмное пальто. Длинное платье, блузы необычного кроя. О боже, какая прелесть. Когда всё продумано просто идеально. Не знаю, как у вас, у меня просто глаза отдыхают на таком. В общем, смотрите, по поводу эльфийского мистицизма. Это действительно такой вот вариант. Natural, natural просто. Magic, natural. Да, это такое вот прямо вот. Но я бы не сказала, что вот эти губы. Да, в данном контексте, может быть, это и смотрится как эльф. Вот то, что я показывала. Это Джиджи Хадид. Меня с неё бомбит, кстати. Вообще. Вот, пожалуйста. Вот она, не эльфы. Эльфы. И ещё раз эльфы. Вот такие луки, вот такие образы. Ну и мы пойдём в эту тему. Мы сейчас снимаем лук до. И мы будем снимать макияж и прическу в стиле эльфийский мистицизм. Показываем вам вот эти вот средства. Это масло. В данном случае Vela Isios. Либо пена для укладки. Она, как правило, идёт суперсильной или сверхсильной фиксацией. Значит, сначала мы на волосы наносим масло. Потом мы наносим пенку. И потом мы их выглаживаем. И потом мы уже делаем непосредственно укладку. Так, первым шагом Max Factor Miracle Touch Liquid Illusion. Мы наносим полностью на всё лицо. Прикол этого косметического продукта в том, что он очень плотный, незаметный, держится весь день даже в жару. Поэтому он выдержит любые пляски, танцы и секс. И как бы мы сейчас наносим его. И вы посмотрите, как это будет. Как перекрывает. Он выравнивает всё полностью. Он перекрывает всё. Он даст вам просто ровное, красивое, правильное и однотонное лицо натурального вида. Можно наносить как пальцами, так и кистью. Можно кистью и дораспределять пальцами. Как видите, ровный цвет лица. Такой фарфоровый получается. В общем, очень выровненный. Даже подсветку мы видим. Это мы только нанесли Max Factor Miracle Touch Liquid Illusion. Поехали дальше. Расчесываем брови наверх. У нас присутствует здесь азиатская века. Таня, тебя не видно. Повернись как-нибудь. Да, вот так вот, чтобы мы тебя видели. У себя перекрываешь. Носопыркаю вообще и все лицо. У нас уже искусственный свет. Но нам этот процесс не мешает. Этот продукт я купила по наводке Lise On Air. И из недостатков он пятнит. Он очень шелковый. Если тональный крем не просох. И если шмякнуть пятно, то потом пятно это неимоверно сложно будет растушевать. Поэтому аккуратненько, осторожненько. Мы сейчас его нанесем. Излишки стряхивайте и сдувайте. Плавными нежными движениями мы наносим по периметру лица. Подчеркиваем скулы, подчеркиваем нос. Да. Излишки мы сдуваем. Избавляемся от них. Также боковые поверхности лба. В общем, такой нежный, нежный флёр. Такой, который задаёт вам... Да. Мне нравится. Это продукт Catrice. Покажи ещё раз. Вот такой. Вот у нас здесь тот же, также контур и хайлайтер. Вот такая палеточка. И хайлайтер мы используем из неё. Посмотри сюда, бровки. Расприми. Вот он даёт такое лёгкое, деликатное сияние на лице. Мне очень нравится эффект. Всё супер. Обожаю. Мне нравится. Такая лёгкая подсветка. И поехали дальше. Эльфийский мистицизм сегодня у нас. Вот такие классные румяна от MAC из коллекции Hiseret. Единичка – это пудра. И четвёрочка – это румяшки. Сейчас вы их видите светлее, чем они есть на самом деле. Но мы применим их, и вы увидите их уже на лице. Кажется, что пудрочка – это розовая. Но её не видно будет на лице. Татьяна, ты убеждаешься, что её не видно совершенно? Я розовой её не стала? Она, да, розовой не становится. Она даёт только холодный подтон кожи, который в данном случае нам подходит. И это именно пудра. То есть не надо думать, что если на продукте написано, что это румяна, и это очень светло, это не обязательно румяна. Это может быть пудра, то же самое касается. Контуринга вы видите, румяна, но они коричневого цвета – это контуринг. Поехали. Дальше. Берём второй оттеночек – четвёрочку Hiseret. Из коллекции MAC. Hiseret лимитированные. И не боимся, набираем мягкой кисточкой и поехали. Делаем себе такой нежный, красивый румянец. В принципе, его можно не делать в случае с ульфийским мистицизмом. Но мы не боимся. Да, мы как бы экспериментируем. Мы хотим так быть посвежей. За здоровых румянах эльфов. Да. Пусть эльф будет здоровый, румянный и весёлый. А не бледный, зачморённый и печальный. Ой, да, вот мне нравится. Сейчас вообще всё хорошо. Вы видели, каким образом достигается вот эта кожа. И в принципе, уже на этом этапе можно остановиться. То есть расчесать брови, нанести прозрачный блеск на губы. И вы уже практически эльфик. Но мы ещё немного поэкспериментируем, чтобы довести образ до идеала. Мы стираем с губ полностью блеск или масло. И берём оттеночек Blush. Это Lime Crime. И пробуем, что у нас получится. Один из элементов, это такие, можно делать невыраженные брови. Это будет делать ваше лицо более молодым. Поэтому поехали. Мы берём оттенок Kashmir Lime Crime. Вот такую расчесочку для бровей. Подбородок выше. Да. Ну и что? Мы сейчас наносим на брови помаду Kashmir. Из линейки Lime Crime. Вот. И получаются у нас такие бежево-розовато-телесные брови. Немного неправильно вы видите картинку. Но суть вам, я думаю, что ясна. Следующий шаг. Вот помада Kashmir на бровях. Сейчас она засохнет. Это её надо будет отмачивать только маслом. Бровями поводи. Покажи тени. А, вот они. Вот такие пудровые тени мы берём. И берём кремовые тени. Вот. Всё. Вы видите оттенок. И сначала мы наносим на век. Распределяем его пальцем. И потом поверх этого пудровые тени. То есть, ну, выравнивает века. Вот эта текстура кремовая. И мы ещё вам кое-что покажем сегодня. Это будет огромный сюрприз. Да. Ну, вот вы можете сравнить. Отпусти глаза. Вот. Вы можете видеть, какой эффект даёт. И сейчас искусственный свет. И вы всё видите. И говорить, что он 100% сливается с кожей без оттенка. Это зря. Он сливается с кожей, но он с оттенком. Потом пудра-пудровый оттеночек мы наносим на всё веко. Просто выравниваем цвет. Да, у нас азиатские глазки. И мы вам сейчас кое-что покажем, что вам не показывают. Никакие блогеры. Мы сейчас просто убираем азиатское веко. Просто в два притопа, в три прихлопа. Вот у нас есть такая штучка. Покажите нам её. Вот она у нас. Такими штуками не шевели. Да. Это патчи, которые делают из азиатских век. Европейские. Прямо вот на рисунке, да? Да. Вот, смотри. Подписывайтесь на мой канал, если вы слышите об этом первый раз в жизни. Вот если близко посмотреть, мы видим этот патч. Теперь открывая глаза, вот так, пожалуйста, видите разницу. Новое слово в азиатском макияже век. Когда-то Елена Крыгина сказала, что с азиатским веком подходят только смоки айс. Как она была неправа. Вот сейчас мы наносим на реснички. Мы видим европейские веки. Там, где пять минут назад были азиатские. Мы наносим сыворотку Эвелин. Она поможет сделать наши ресницы более объёмными. Нам не надо никакие подводки, ничего такого. Это же эльфийский мистицизм. И мы ещё подумаем, что сюда можно добавить, чтобы всё было красиво. Это нужно делать очень-очень быстро. Не давайте продукту просохнуть, потому что, когда он просохнет, вы потом будете тушь наносить уже с большим-большим трудом. Сверху Эвелин мы проходим с тушью Доктор Бауман. У нас получаются удлинённые, красивые, нежные, разделённые ресницы. Никаких экстремальных стрелок. Всё очень сдержанно, очень мило, очень так красиво. Всё так по-девочковски, вы уже видите, да. Примерно, что начинает у нас получаться. Вот. Ещё больше. Вот ещё такой совет в плане блёсток, вот который лак слева от вас. Вот этот вот, он даёт более деликатное свечение и не такой крупный шиммер. Он вот здесь вот у нас присутствует на платье, и мы почти не видим. Крупный шиммер, вот он у нас очень хорошо наблюдается. Мы получаем благодаря вот этому лаку. Кстати, оба лака я купила в находке по очень-очень какой-то смешной и бюджетной цене. Я брала как раз специально, чтобы это было видно на фотосессиях и на видеосъёмке. То есть, по-круппу.